какая-то наверно авария очень медленно почему-то двигаемся по мосту я сделала себе ногтики опять поставила леопардиков ну такие миленькие розовенькие короче увидите в видео вот а тут у нас какая-то жопа случилось и сейчас неизвестно как долго я буду стоять здесь и вот непонятно стоят вообще все три полоса но мы съедем нормально нам повезло ах ты да так прям тут кстати случилось что-то вот что-то смачное там машинка стоит развернулась ого гонщики ну бмв что я могу сказать ну не надо хвататься за голову девочка за рулем ну не надо гонять да вот пока у меня нету особо времени снимать что-то такое подробное большое буду снимать кусочки для вас смотрите я вчера заезжала в пепка в наш и купила для тех кто из россии пепка это такой магазину типа фикс прайса наверно да все дешевая но цены не фиксированные вот но это польский магазин товары соответственно польского производства китайского производства все такое ну может быть не всегда качественная да но в тех отделах в том не в отделах а в том отделе которые домашняя всякая утварь скажем коробочки какие-то какие-то предметы домашнего декора да вот это вот там все более-менее нормально хотя например я мужу купила шикарную совершенно футболку офигенного качества все за 4 евро и просто вау да то есть и цвет и и рисунок который на ней да то есть и сам сама сам хлопок из которой эта футболка на просто даже не во всех дорогих магазинах как бы такое качество ткани ну вот а для себя я купила вот такую гирлянду это типа такие старые подлипанные лампочки они пластиковые но звук у них такой да как будто стеклянный и я когда уронила думала ой все сейчас буду вся в стеклах но как бы нет 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 они пластиковые и они и не значит будет видно вот так светятся я ее купила специально для видео но я надеюсь что она будет прикольно как-то светиться посмотрим буду пробовать единственное видите у него достаточно как-то слабо работает вот этот вот переключатель и он буквально его чуть-чуть заденешь вот видите да она начинает моргать не знаю в общем я надеюсь она мне прослужит более-менее сколько-то времени стоило недорого что за 2.50 и как бы я довольна такая штука затем я купила вот такой огромный набор пакеток стоил у нас 2 евро и здесь 24 вида и они все по пакет по пакетикам разложены для чего я это в принципе ну может быть такое количество может быть можно было бы дешевле найти где-то еще но мне подкупило то что они все разные формы да и это как раз то почему я все время страдаю потому что когда я делаю шейкеры вот например на алиэкспрессе если покупать пайетки да или в любом другом магазине в основном покупаете один цвет то есть чтобы вам собрать красивый шейкер например с разными пайетками вам нужно купить много и зачастую если пакетик большой вы заплатите там не знаю 5 6 евро для того чтобы собрать там например шесть семь видов пайеток да вот а тут я плачу 2 и этими пайетками я буду разбавлять те пайетки которые у меня есть стандартные потому что здесь в основном нестандартные вот всякие видите сердечки округлые без рельефа звездочки звездочки маленькие сердечки другие сердечки цветные серебряные в общем побольше звездочки да то есть в общем они все разные и я очень довольна принципе этой покупочкой я вот буду шейкеры делать и хочу еще под при закупить этих бутылечков до для шейкеров сейчас я вам покажу я я показывала вам обозревала мне кажется когда мне пришла посылка да вот смотрите это на кафтиллере я заказывала пластиковые баночки очень классные недорогие набор двух баночек по скидке я брала что-то за евро 75 мне кажется опять-таки мне могут написать да на алиэкспрессе дешевле слушайте на алиэкспрессе первых ждать надо неизвестно сколько да во вторых вы никогда не знаете ну то есть сложно угадать с размерами да а тут я уже знаю четко понимаю размер я люблю когда вот одинаковые баночки до чтобы то не было разнобой какой-то вот и у меня теперь четыре баночки уже есть вот у меня вот у меня четыре баночки вот мне четыре баночки но у меня еще поетки есть да то есть не разобраны и поэтому я хочу заказать еще может быть пару может быть четыре баночки да вот и буду делать шейкеры потому что я люблю вот когда они такие разненькие да и даже когда мне нужно какой-то один вид ну например там как декор приклеить куда-то ну я могу просто высыпать из баночки и выбрать нужные мне и все то есть я не парюсь на эту тему но чаще я использую конечно для шейкеров чем для украшательства одну а один цвет да поэтому мне важнее чтобы они были в шейкерах в то же время вы видели да вот здесь не один вид только и как бы все нормально было много довольно таки большой пакетик это при том что я этот пакетик уже рассыпала еще в другой шейкеры где уже смесь как вот в общем как-то так ну и плюс они пластиковые они не поддутся и я очень довольна этим баночками они мне очень нравится вот и короче значит довольно я поеду учитывая что сколько они стоят это вообще прям прекрасное приобретение что а еще я купила вот эти четыре яйца купила 4 чтобы если что-то пойдет не так можно было там выкинуть да и не бежать за новым магазин стоили не 49 центов такой наборчик и я хочу за микс меди этих ну одно как минимум да на камеру сделать какой-то может быть типа декор на пасху в стиле микс медиа такой может быть какой-то знаете фаберже посмотрим не знаю получится или нет буду на на снимать сразу потому что не уверен что меня хватит на двоится ну то есть одно попробовать до второе снять мастер-класс вот поэтому может быть я бы два сразу делать да ну чтобы как парами обычно легче как-то делается вот так что такие дела у меня хотела сказать что пришли мне мои лапки вот с алиэкспресса это тефлоновая а это лапка для толстых тканей посмотрим может быть она будет помогать шить бутерброды вот но не знаю шли они принципе должны долго потому что это заказ был сделан еще не знаю там но не на черную пятницу но где-то в декабре вот поэтому я не думаю что я думаю что они были высланы еще до всего этого кризиса я попробовала вчера заказать новых там посылочек до посмотрим насколько они быстро до не дойдут не знаю заказывала я там клипсы для шитья и ткань какую-то и что-то еще в общем но такую не сильно дорогое все там на 8 евро в общей сложности и клипс дороже дороже всего были что 3 евро по моему сижу общем работаю вот видите котика такого обрабатываю и жду курьера скрафтельера при которой привезет нам большую посылочку мы втроем нет в четвером в этот раз девчонками заказались там всякими ништяками и я договорилась девочками что я вам открою вот во влоге покажу чего там пона заказала вот так что к вечеру я уже думаю я хочу к вечеру сегодня выложить это видео и поэтому хочу отснять как только как только курьер приедет от сниму и выложу это видео вам тогда получила я посылку в этот раз тоже наклеили нам надпись хрупкая любящаяся хрупкая наверно вот не знаю насколько это помогло коробочка такая пришла довольно покоцанная такая смотрите видите да но я надеюсь там все в порядке и сейчас я ее открою поставлю в стороночку буду доставать показывать вам что же мы там поназаказывали с девочками поставил я свой любимый фончик который я купила в прошлый раз на том же крафтельере так как у нас тут тенюшечки вот и буду вам показывать теперь нынешние так сказать так вот как так и буду вам показывать нынешние наши приобретения так буду показывать по порядку то есть не буду делить на моё и девчонок потому что ну все сколько сложно так и буду доставать и рассказывать кто купил это и зачем итак я в очередной раз купила очередной аккордеон это уже мой четвертый аккордеон от вео мэри киперс я очень их люблю храню в них бумагу полистно и когда-нибудь когда я буду снимать наконец свой угол тур я вам покажу как же я храню свою бумагу и вообще ее количество саша заказала бешеное количество пружин в белом цвете и в розовом золоте она довольна этими пружинами стоят они недорого сравнительно с пружинами от вео мэри киперс и вот собственно говоря результат так сказать этой любви также пришла целая кучка люверсов от того же вео мэри киперс эти для меня в серебряном цвете ну вернее как в металлическом цвете черный серебро и такое старое серебро наверное называется потому что я их люблю больше чем с алиэкспресс это я вам уже рассказывал каком-то из влогов да и за их длинные ножки которые могут захватить все что угодно вот юля из нарвы которая с нами впервые участвовала в этой такой мини закупки заказала для себя вот такие вот с широким таким основанием наверное это или как шляпкой широкой шляпкой вот такие в желтых цветах корчичных и серые матовые монохромные не металли попробовав опалы я решила заказать еще какой-нибудь опал воск от примы и заказала единственные которые у меня не было и который был в наличии это turquoise satin я так можно будет такой зелененький ну как зелененький но мятные зелененький наверное такой посмотрим как-нибудь его опробую вместе с тем который я не смогла открыть вот и где-нибудь во блоге может быть покажу как он выглядит прикольно так это у нас заказ станем то не у нас закупать дистрессами очередной раз так она взяла в этот раз forest moss get rid twix vintage под фото и old paper у меня эти оксиды что то есть по моему у меня есть forest moss и мне кажется что винтажная фотография тоже у меня есть а вот старая бумага и вот этот вот у меня есть в просто дистресс инках не в оксайдах вот ну то не у нас я так понимаю что решила постепенно собрать всю коллекцию оксайдов ну я за не очень рада давайте я так вот в кадре оставлю чтобы что-то было кроме этого на волне мастер-класса маргун с маргун я набрала себе импаста я взяла три цвета белый черный и вот такой красивый лавендер который кстати уже его больше нет наличия он наверно пользуется спросом и его больше нет буду пробовать делать какие-то трафареты оттиски и так далее хочу попробовать да что-то сама интересная и таня которая наслушалась меня и взяла белый и черный тоже белый и черный и я надеюсь что я тоже понравится потому что да что ж такое то потому что я осталась принципе ну в восторге наверное можно даже так сказать от импаста и как она себя ведет когда вы пользуетесь трафаретом и вот но делайте какой-то как оттиск то не смогла пройти мимо бумаги не планировала заказывать бумагу вообще но так получилось что я увидел эту коллекцию от хейди свап это насколько понимаю новинка сейчас я вам ее покажу я долго металлась в каком размере брать брать 30 на 30 этот у меня 15 на 20 15 на 20 да брать 15 на 15 15 мне кажется еще был да и несколько листов брать 30 на 30 в общем я сомневалась сомневалась и в итоге я взяла наборчик так это надо отодвинуть это у меня фонит отсвечивает и телефон не справляется так вот я в итоге взяла 15 на 20 несколько листов взяла 30 на 30 и по-моему это все не брала ни наклеек ничего наверное либо не было в наличии потому что я не знаю почему потому что мне в принципе нравится так вот мне это бумага как-то очень цепанула листочки односторонние поэтому я вот просто полистаю вам да и они какие-то такие знаете простые и безыскусные чуть телефон неправильно отражает она более такая кремовая да не белая но при этом какие-то такие милые листочки просто какой то такой ми-ми-ми хотя без котиков и мне так нравится и я просто не смогла пройти мимо посмотрите какие прекрасные вот эти вот странички такие как немножко состаренные как что но при этом без этой вот навороченной состаренности как у примы да или как у других производителей кто занимается именно винтажными какими-то бумажками оно такое вроде старая потертая но в то же время не перенасыщенная принтами и вы можете сами и от штамповочку какую-то сделать и что-то еще сверху да то есть и так далее и это у вас не испортит вашу работу и не испортит бумагу в принципе да вот тут карточки я взяла такие же карточки но в большем размере я их покажу вам полезно еще 30 на 30 тут они вот здесь они меньшем размере дам что хорошо такая полоска у нас я интересно сколько там принтов по моему там принтов будет больше чем в 30 на 30 как-то я смотрела что до 15 на 20 брать выгоднее что вроде как больше дизайнов получается посмотреть какие хризантемы наверное это лиастры просто офигеть как будто маслом нарисованы будет еще раз еще один листик а собственно который я запала нет тоже очень нравится здесь вообще такая шикарная как стена какая-то да как то сказать каким там шпателем вообще офигеть тут как будто карта топографическая карточки я стою мне неудобно листать если она лежит на столе такой листик так очень знаете как это сказать какой-то старинный можно сделать какой-то travel book из этой бумаги вот этот лист я просто на него запал я я не могу я на него смотрю и мне его хочется иметь в большом количестве чтобы можно было и вырезать и просто использовать и вообще в общем моя мечта когда-нибудь заполучить какую-то книжку знаете для того чтобы ее раздербанить естественно какую-то старую либо энтомологию либо либо ботаническую на эти вот типа атласов до старых где не фотографии а рисунки вот такие вот карандашные просто рисунки не цветные моя мечта у нас на барахолке к сожалению я не видела такую книги знаете чтобы было чтобы она не стоила там много много евро чтобы не жалко было ее раздербанить вот поэтому я в поиске нахожусь еще карта смотрите прикольно нью-йорк еще карточки да послушайте это целая куча дизайнов карточки повторяются только все стали и вот эта страничка повторяется до получается повторов очень мало и в итоге здесь у нас 36 листов и там наверно 30 дизайнов до выходит но очень круто такой крутой наборчик если его вот так вот полистать он офигенно подобран по цвету и фактически вот эти все листики можно спокойно вставить какой-то ну соединить какой-то другой винтажной бумагой они будут совершенно потрясно сочетаться так и сейчас я вам покажу по лист на 30 на 30 так я взяла в итоге карточки вот 30 на 30 до карточки с обратной стороны у нас такая полоска взяла вот этот лист с бабочками ухо какие они тут огромные значит я этот лист я скорее всего буду использовать просто как как лист а там есть того я вырежу потому что здесь нереально огромные только цветочки можно вырезать здесь цветочки от бабочки слишком большим с обратной стороны вот эта полоска полоски те я тоже обожаю их шикарно ставить какие-то знаете винтажные буки да то есть их можно порезать ну вот так сложить и у вас будет печатная прям страничка с линовкой да и супер просто так и вот такой еще лист с такими карточками я взяла с обратной стороны у него просто такой вот крестик это кстати крестик такой как в топографических картах ставят такие вот чисто крестики и тоже карточки шикарные здесь можно что-то и написать и и вообще просто бомбическая коллекция я сейчас зайду на крафтельеры гляну если какие-то украшалки к ней еще которые я пропустила и возможно я еще каких-нибудь листов докуплю вот именно ну то есть с бабочками или там карточки еще дополнительно потому что мне хочется прям вот что-то из этой коллекции сделать прямо здесь и сейчас очень она меня цепанула кроме этого я купила себе вот такой вот как это называется я не знаю штука в общем так я ее я купила не потому что я увидела обзору лены босс это скорее как следствие ну то есть мое подтверждение моей хотелки хотел я давно я постоянно добавляла в корзину потом удаляла ставила просто в хотелке добавляла убирала опять да то есть у меня металла себя уже где-то год примерно да и тут значит я посмотрела видео лены босс и я поняла что наверное я уже выросла из того чтобы сыпать пуду для имбоссинга на бумажку да я хочу какое-то такое другую штуку меня даже прельщает не то что она не магнитная там якобы да то есть она скорее все магнитится электризуется но то что здесь есть дырочка горловинка такая да и через нее можно хорошо сыпать глиттер или скажем пудру обратно в баночку да меня вот это больше всего как бы радует потому что с бумажкой ты так ну вроде ты согнул там и сделал такую остренькую уголочек чтоб она сыпалась там но это так все как-то не знаю разлетается в общем я хотела вот именно такую штуку как же это назвать то и и даже не знаю по-русски как правильно по-русски ее назвать контейнер типа типа контейнер девочки у нас тут как это сказать рванули заказали целую вот такую огромную ступку маги из моей бумаги там только вот это вот видите котики проглядывают вот это мои котики их я вам покажу в последнюю очередь а тут сейчас я вам хочу показать ну я не буду вскрывать конечно но то что можно показать я постараюсь показать вот такой огромный единственное затрудняюсь кто что заказывал а я вспомнила вот это у нас заказала таня это у нас от first edition бумажка и телефон ее не отображает вот она вот так выглядит вот она такая шикарная коричневая естественно как у всех first edition у нее там есть листы с разным тиснением вот это с тиснением лист есть с глиттером даже не с глиттером они как жемчужные такие вот видите да кстати классная бумажка вообще вот этот какой листик красивый посмотрите танечка продай мне пару листиков этой бумажки мне целый набор не нужен а вот пару листиков я с удовольствием короче да прикольная бумага на самом деле и надо будет стане поговорить может быть она со мной поделится на какой-то частью потому что она такая очень даже я как-то знаете когда смотрел на обложку она меня не настолько привлекала а сейчас я так даже вот не открывая полностью дизайны я чуть-чуть так заглянула за уголок да и меня она впечатлила если честно может даже имеет смысл купить целую но меня смущает то что здесь довольно много листов по четыре раз два три по три листа каждого дизайна это достаточно много тем более что ну вот этот например дизайне не очень нравится да он односторонний еще к тому же но вот этот прикольный темный с розами это тоже так себе вот этот ничего то есть они такие засти через один да как бы что-то мне нравится а вот этот кстати first edition отличается своим как бы ну вот своими этими большими пачками бумаги да и у них там всегда есть какие-то такие интересные листы вот этот например он как холст да вот вы даже видите структуру вот здесь вот видна структура бумаги она реально как холст и ну такая интересная общем здесь до холст как стеснением с каким-то даже вот это тоже прикольный листик в общем да я был танец удовольствием купила бы может быть треть этого набора поговорю с ней на эту тему может быть она согласится так и дальше у нас это уже юлина бумажка это накупила себе бумагу от здесь написано craft smart но эта бумага я так понимаю это то же самый как этот craft smith вот это все из той же оперы и она у нас тоже наполовинку заклеена я вот так полистаю вам она у нас считается как типа такая видите да космическая звездная что-то такое и она в таком стиле вот этот крафт-смитовском листы листы и вот большие листы с фольгированием с глиттером с луной с большими большими картинками вот такие знаете которые как раз использовать в качестве не за страничек странички делать какие-то ну в общем целиком да и в принципе здесь в отличие от других коллекций крафт-смит очень много листов которые такие фоновые посмотрите какой красивый листик очень красивый я юле советую уже давно завести свой канал и показывать свои покупки она знаете человек делает цветочки превосходные вы видели я вам показываю посылочку от нее до последнюю там просто восхитительные цветы я и говорю что юля тебе нужен свой канал и чтобы ты сама его вела и как бы и вообще да то есть как то так вот но я надеюсь что на это заведет заведет канал и будет делать видео хотя бы просто какие-то влоги может быть да и показывать вам свои покупочки так вот тут у нас бумажка в пакетике я поэтому с вашего позволения открою покажу аккуратненько это такой новый для меня для вообще для всех нас производитель это вот какой-то видите фроли гиз дизайн флори фру блин флори лей гиз дизайн непонятно вообще это чейный а французский это кстати французская бумажка давайте-ка я котиков пока уберу и это тоже все уберу вот смотрите какая бумажка 30 на 30 тут у нас восемь листов 250 граммов они вот и не такой интересно упакованы в такую видите здесь такой карман как получается вот вот целый карман кстати с обратной стороны здесь вырезалки вот на половинке листика да что удобно в принципе так и здесь у нас вот такие листы это нас карточки такая интересная немного как монохромная гамма розовый серый черный но и белый до соответственно и в принципе такая очень интересненько двухсторонняя бумага и если честно мне надо же вот ничего не напоминает ну то есть обычно знаете как-то много вторичных каких-то дизайнов которые как-то похоже делают но вот эта бумажка прям ни на кого не похожа сакура клёвая до юля как-то умудрилась там найти эту бумагу и она стоила сравнительно недорого и выглядит очень интересно тут такое как это сказать алфавит и написаны красивые слова подходящие к этим буквам но алфавит не полный да естественно но самые такие слова видимо так тут у нас такие цветочки такой интересный листик здесь карточки ну такая в японском стиле ну потому она называется сакура да соответственно вот этот лист классный с таким как это сказать камыш наверное я даже за могу вам сказать на кого мне напоминает мне напоминает последнюю бумагу от польки последний вот эти коллекции до которые самые последние вышли и вот там была коллекция которая такая была бордово черно-белая да блин я забыл название ее но вот там такое тоже все акварельное и похоже немножко такие графичный дизайн в то же время с акварельными какими-то всплесками и вот что-то такое цвет только другой да там был более бордовый такой насыщенный карточки еще квадратные и вот этот лист тоже очень классная бумага на самом деле да если бы не было такого огромного количества бумаги я по себе тоже может быть это прикупила бы вообще да юля молодец это бы это хорошее такое приобретение хорошая бумага и не знаю конечно как она будет там беговаться или так далее потому что это ну неизвестна для нас бумага пока но она в принципе произвела на меня впечатление так и теперь я вам покажу бумажку с котиками это вообще производитель которую я никогда не покупала это испанский производитель бумаги и у них такие достаточно детские коллекции и мне они как бы ну так ну такие не знаете вот как то есть пиа бабе буки делала да и там я может быть на них бы обратила внимание в остальном как-то нет и тут я случайно совершенно натыкаюсь на коллекцию с котиками причем она стоит там типа ну совсем недорого вот эта пачка вся стоила в пачке у нас тут сколько листов 12 листов и стоило что-то порядка 7 евро что ну для европейской бумаги в принципе недорого да я решила что ой блин ну котики мне нужны вот и значит что мы тут имеем мы тут имеем кучу вырезалок таких всяких разных и у нас идут вот такие листы с кошачьими головами при этом на этой стороне вот такие головы а на этой стороне вот такие головы и я сразу увидела я поняла что мне надо при этом тут явно породные признаки видны это очень похоже на что-то типа бенгалы это у нас больше похоже на британцев это тоже британцы только другого окраса такие ржачные снова британцы опять другой окрас милота он более насыщенный я не знаю будет ли на компьютере лучше видно да то что я сейчас на экранчике вижу он конечно не отображает правильный цвет но более насыщенный зеленый так тут тоже у нас это я так понимаю что же экзоты пошли такие более приплюснутые мордочки экзотически у это у нас скотчешь фолт смотрите какая милота главное что породные признаки узнаваемы так это у нас канадский сфинкс свинкс как говорит муж так это у нас я так понимаю что снова бенгал ну такой какой-то он более мордотенький но тоже похоже на бенгала в принципе так это у нас тоже на британец скорее всего либо страйт вот а это больше похоже на абика уже для тех кто не в теме абик это абисинская короткошерстная вот и такой еще лист дополнительно опять с вырезалками которые можно это примерять на котиков в общем делать всякие разные аппликации вот вот такой вот наборчик из него я в принципе не планировала делать никакого большого проекта а просто использовать вот эти странички где-то например в тематических каких-то мидори я так мидори или мидори 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 в мидори и то есть например если кто-то хочет конкретную породу да вот можно сделать такой мидори с такими головами кошачьими что прикольно по моему для кошатников самое то в общем я собираю всякую бумагу с котиками и уже наверное пора что-то начинать из нее делать в общем а то она как-то залеживается у меня малость и самое главное что же я купила я купила цветочек так он немножко у меня подрепный но я так понимаю что они просто оторвали какие-то ценники может быть сейчас посмотрим чтобы он был в порядке я так понимаю что надпись хрупкая было именно из-за цветочка из-за этого так с этой стороны не заклеен он у нас почему-то нигде возможно да потому что везде оторвано может быть они проверяли чтобы он был в порядке так так коробочку я сразу убираю ой я купила большой цветочек это не мини и я хотела именно кремовый ну белый наверное он считается но он не белый он такой айвори цветом и это связано с тем что в конечном итоге у меня здесь будет все белое кроме моего рабочего стола и я хотела бы чтобы не было этих там мятных элементов или розовых или еще чего-то и у меня в принципе все такое беленькое да у меня такое белокремовое здесь у меня темный угол я не хочу никаких ярких или темных элементов мне хочется света и окна окно у меня за спиной да и то есть я работаю не у окна соответственно мне нужно чтобы как бы все было видно да а уже в цветном еще как бы в розовом может быть получше ну например в мятном уже будет хуже видно что там внутри находится я никогда и цветочек этот не использовала и я не знаю как он работает какую сторону что крутить чтоб она заработала так здесь у нас смотрите какая немного некачественная работа да видите это у нас заклеен ну то есть это не просто классик крашеная пластика это просто заклеена собственно говоря дно самоклейкой и она так пузырится вообще не слабо но это уже вопросы к в мэмри киперс почему он не открывается метки а я туплю не зато кручу какая прелесть и в него я смогу сложить туда все свои штуки дрюки которые у меня болтаются например там я не знаю ну вот в этих прозрачных как они называются контейнерах а в них соответственно я сложу что-то такое что крупнее может быть немножко да я хочу избавиться сейчас я вам покажу у меня вот целая куча таких вот таких вот штучек здесь стоит это еще с моей прошлой жизни которые связаны с деланием браслетов всяких ожерелье да но из тех штук я очень много использую подвески какие-то камушки опять-таки люверсов вот у меня целая коробочка да у меня люверсов еще больше там они везде где-то раскиданы и я хочу вот как-то поделить да например люверсы сложить вот прям в одну штуку пусть даже они все будут одним цветом ну в смысле все люверсы будут скиданы в одну но это будут люверсы в одном месте а не так что я по разным коробочкам шарюсь и пытаюсь найти конкретные люверсы в общем это проблема и поэтому я хотела вот этот цветочек именно большой в которой я сложу всю мелочушку которая у меня здесь вот валяется можно сказать да она не распихана по она не лежит на столе да она распихана по коробочкам это много коробочек а когда мне что-то нужно найти я не открываю одну и там в ней ищу да а я поочередно начинаю открывать много для меня это дико неудобно я хочу вот такие такую мелочь которую я часто использую которую я часто использую да для блокнотов там для всего всего вот складывать сюда да то есть и как бы вот купила именно поэтому большой и он классно встанет в принципе на колокс который я хочу положить как я вам рассказывала поперек своего стола и того второго колокса да и он наверх рядом с плоттером отлично поместится и будет там ему прекрасное место да как бы и когда нужно будет я просто буду снимать и работать с ним да соответственно не будет у меня бы чище станет моя стенка вот это которая здесь потому что у меня сейчас она завалена можно сказать и мне это не очень нравится я хочу тоже ее привести в порядок потому что стенка это моя не стенка опять-таки до доска это от доска языке это да с дырочками так вот она у меня с какого времени на но может быть полгода где-то да может быть чуть больше не дали полгода я так думаю что на полгода так вот она у меня захламилась уже все да то есть да оно ничего не падает там все висит и так далее но она уже захламилась такой степени что мне например что-то достать из-под низу приходится очень сложно там ковыряться не и я хотела это все дело как-то найти сделать лучше вот поэтому идеи у меня есть цветочек у меня есть и теперь я могу с ним прекрасно работать короче такие были покупки сушь я наговорила целых полчаса это практически новое видео большое да и поэтому весь влог это считайте будет распаковка крафтельера практически где немножко качество вырезают она всякой лишней болтовни бла-бла-бла вот и поэтому все пошла обрабатывать всем спасибо пока пока и до новых встреч и и и